Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Устворение святителя на Златоуста. Отрывок и слова к Фёдору Падшему. Слово первое. Дьявол для того и ввергает нас в помыслы отчаяния, чтобы истребить надежду на Бога. Этот безопасный якорь, эту опору нашей жизни, этого руководителя на пути, ведущим к небу, это спасение погибающих душ. В надежде мы спасены, Кремлянам 8 глава, говорит апостол. Ибо оно, как бы какая крепкая цепь, свешенная с неба, поддерживает наши души, мало-помалу поднимая на высоту тех, которые крепко держатся за нее, и вознося нас превыше бури житейских зол. Посему, если кто ослабевает и опустит из рук этот священный якорь, тот сейчас же упадет и погибнет в бездне порока. Зная это, лукавые, как только заметят, что мы сами тяготимся сознанием злых дел, пришедшие и сам еще налагают на нас помыслов отчаяния, которые тяжелее свинца. И если мы примем его, то, увлекаемые тяжестью и оторванные от той цепи, неизбежно тотчас незриемся во глубину зол, где именно и находишься ты теперь, отверший повеление кроткого и смиренного Господа и выполняя все приказания жестокого, свирепого и неумолимого врага нашего спасения, расторжи благое иго и сбросив легкое бремя, и вместо них наложив на себя цепи железные и повесив на шею жернов мельничный. Где же ты остановишься и когда перестанешь потоплять бедную душу свою, наложив на себя такую необходимость, непрестанно уноситься вниз? Женщина, отыскавшая одну драхму, пригласила соседок принять участие в ее радости, сказав, радуйтесь со мною, а я теперь приглашу всех друзей моих и твоих к противному, скажу, не радуйтесь со мною, но плачьте со мною, поднимите такой же плащ и вопите вместе с нами горьким голосом, ибо нас постигла крайняя беда, не столько-то талантов золота выпало из руки моей и не множество драгоценных камней, но тот, кто драгоценнее всего этого, плывший вместе с нами по этому великому и пространному морю, не знаю как, свалился и упал в самую глубину погибели. Пусть даже человек будет исполнил всякого порока и сделает все, что затворяет для него вход в царствие, и притом не из неверных от начала, но из верных и благоугодивших прежде Богу. Пусть такое сделается впоследствии блудником, прелюбодеем, сосклювшим, хищником, пьяницей, мужеложником, сквернословцем и тому подобное. И такого я не похвалю, если он будет отчаиваться в себе. Хотя бы он до самой глубокой старости провел такую несказанно порочную жизнь. Если бы гнев Божий был страстью, то справедливой войной стал бы отчаиваться, как не имеющий возможности погасить пламень, который он вожег столь многими злодеяниями. Но так как Божество бесстрастно и наказывает ли, поражает ли, делает это не с гневом, но по промышлению и великому человеколюбию, то надлежит иметь крепкое дерзновение и упование на силу покаяния. «Бог не за себя мстит тем, которые согрешили против Него, ибо никакой вред не достигает до существа Его, но при этом имеет в виду нашу пользу и то, чтобы мы не увеличивали своего развращения, продолжая оказывать Ему пренебрежение и презрение. Как удаляющийся от света не вредит нисколько свету, а самому себе весьма много, погружаясь во мрак, так и привыкший пренебрегать всемогущую силою, ей не вредит нисколько, а самому себе причиняет крайний вред. Посему Бог угрожает нам наказаниями и часто посылает их не для того, чтобы отомстить за себя, но чтобы нас привлечь к себе. Ибо и врач не сетует и не обижается наносимыми ему от больных оскорблениями, но всячески старается остановить их бесчинство, имея в виду не свою, а их пользу. И если они покажут, хотя немного благоразумия и здравомыслия, он радуется и веселится, и тем сильнее употребляет лекарства, не для того, чтобы отмстить им за прежнее, но чтобы доставить больше пользы и довести их до совершенного выздоровления. Так и Бог, когда мы впадаем в крайнее безумие и говорит и делает все не вместе за прежнее, но желает избавить нас от недуга, в чем можно убедиться и посредством здравого смысла. Если же кто и после этого будет сомневаться, что мы уверим его в том и Божественном Писании. Кто, скажи мне, был преступнее царя Вавилонского? Он после того, как уже настолько испытал силу Божию, что поклонился пророку его и приказал дары и благовония возлиять ему, Даниила, 2 глава, опять предался прежней гордости и, связав, вернул в печь тех, которые не почтили его больше Бога. И однако, этого жестокого и нечестивого царя более зверем, нежели человека. Бог призывает к покаянию и доставляет ему еще другие побуждения к исправлению. Во-первых, самое чудо, совершившееся в печи, а затем видение, которое видел царь, а истолковал Даниил, достаточно для того, чтобы преклонить и каменную душу. А сверх того, после увещания делами, и сам пророк дал ему такой совет. Книга пророка Данила, 4 глава. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Что ты говоришь, премудрый и блаженный? Уже ли возможен и после такого отпадения возврат, и после такой болезни здравия, и после такого безумства надежда образумится? Царь сам уже отнял у себя всякую надежду тем, во-первых, что не познал создавшего его и возведшего на такую честь, хотя имел сведения о многих доказательствах силы и промысла его и на себе самом, и на своих предках. А после того еще тем, что, получив ясное свидетельство мудрости и предведения Божия, и видев, как неиспровергнуты были и магия, и астрономия, и действия всякого дьявольского волхвования, оказался хуже прежнего. Ибо чего не могли изъяснить мудрые волхвы, газарины, и что признали они превышающим природу человеческую, то Бог изъяснил ему через пленного отрока. И этим чудом довел его до того, что он не только сам уверовал, но и сделался ясным проповедником и наставником этого верования для всей Вселенной. Аминь.